Время событий. На телеканале Самара Гест. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. В этом выпуске подведем итоги дня. Вначале некоторые темы коротко. Там она дикая. Всю жизнь растет и будет расти. Выросла за три месяца, сгорела за пять минут. Откуда на фермерских землях, тонны конопли хозяева не знают. Я ниже словно экран. Я вижу только экран сложенный частично. Воробьи подсидели. Конструкция строительного крана спасла жизнь крановщику. Качество не больно. Хорошие оценки. Месячная зарплата для полноценной экипировки. Самарские школьники готовы к поединку с гранитом науки. И подробнее обо всем прямо сейчас. Буквально пополам сложился сегодня строительный кран в Самарском районе города. ЧП произошло около полудня на пересечении улиц Пионерская и Алексея Толстого. Телезрители сообщили нам об этом менее чем через час после аварии. Серьезное происшествие сопровождало цепь курьезов и счастливых случайностей. Подробности у Ольги Павловой. Воробьи подсидели. Такова неофициальная версия падения крана. Строители почему-то шутят. Возможно, нервы. Слухи о том, что в Самарском районе упал кран, распространились 12 дня. И лишь работники этой стройки продолжали доказывать всем, что многометровую гусеничную конструкцию сложили специально. В целях технической проверки. Ну, я не вижу сломанный кран. Я вижу только кран, сложенный частично. Дальше что будет с этим краном? Какова его дальнейшая судьба? Ну, скорее всего, покрасим и дальше будем работать. В таком состоянии? Конечно. По другой версии, озвученной этими же строителями, тревогу в городе подняла некая баба Нюра. Якобы она позвонила журналистам, увидев, как строители складывают кран. И приняла обычный технический осмотр за происшествие. В общем, одна версия смешнее другой. Сомнения рассеиваются после разговора с очевидцами. В офисе мы сидели, и шум был большой. То есть, в общем-то, похоже на обрушение, да? Ну, наверное, может, плиту поднимали, я не знаю, там, комиссия приедет, наверное, разбираться будет. Ну, грохот был сильный. Очевидцы, говорят, крановщика спасла гусеничная конструкция. Кабина, в которой располагается внизу. Будь кран башеной, без жертв бы не обошлось. Тут уж не до шуток. Ольга Павлова, Борис Миловский, ГИС События. На ежегодный большой педсовет сегодня собрались более 800 педагогов области. В повестке дня задачи регионального образования в предстоящем учебном году. Российская система образования, включая школы, детские сады и профтехучилища, нуждается в модернизации. Это отметил в своем выступлении губернатор Владимир Рожтяков. Проблемы нехватки мест в детских садах областные власти обещают решить. А вот в средних школах ситуация сложнее. В Самарской губернии 19 тысяч учителей. Большая часть из них пенсионного возраста. Молодежь в педагогии не рвется. Для их мотивации уже в сентябре зарплату повысят до 17 тысяч 600 рублей. Пятая часть учителей получит ноутбуки с выходом в интернет. А в области сейчас активно идет школьный ремонт. Вместо прежнего латания дыр мы переходим к комплексному капитальному ремонту зданий. С проведением предварительного полного обследования конструкции независимыми экспертами. И вы знаете, что эта работа в этом году системно впервые за многие годы ведется. Отмечу также, что эта задача выполнима только совместными усилиями с правительством Самарской области. По уровню образования Самарская губерния занимает седьмое место в стране и первое в Приволжском федеральном округе. В этом году на развитие материально-технической базы школ направили 640 миллионов рублей. 11 тысяч самарских первоклассников сядут за парты в этом году. Сейчас у родителей горячая пора. Нужно успеть собрать в школу ребенка, а то и два их троих. И еще вопрос, кто обходится дороже – малыш-первоклассник или ученик старшего класса. В этом году популярных школьных ярмарок стало меньше. Марина Кравцова отправилась за канцтоварами в торговый центр. Главное, чтобы костюмчик сидел. Саша крутится перед зеркалом, а мама возле Саши. Ведь брюки должны быть удобными и практичными. За красотой не гонимся, признается Татьяна Акинина. Сын идет в третий класс и снова разорительные сборы в школу. Тетрадки, учебники, туфли, костюм. На полную экипировку уходит половина семейного бюджета. В районе 15 тысяч. Все, если покупать, на него троечка костюмчик, две с половиной. Многие самарские родители избавлены от поиска парадного костюма. Школы и отдельные классы активно вводят форму для учеников. Но в законе такого понятия сегодня нет. Каждая школа о форме своей принимает индивидуальное решение. Если кто-либо из родителей скажет, что я не вижу необходимости поддерживать данное решение, он имеет на это право. С этого года запрещена реклама на тетрадках и учебниках. Хотя в продаже все еще остались экземпляры прошлого года. Пестрящие, ненужные для шкалера информации. А вот качество печатной продукции стало лучше, утверждают продавцы. Все тетрадки соответствуют санитарным нормам. Но цены кусаются. Такие красочные можно купить за 150 рублей. Портфель первоклассника должен весить меньше 2 килограммов. Почти килограмм вес самого ранца. Плюс цветные карандаши, краски, пластилин, несколько тетрадок. Вот такой симпатичный пенал. Книжки, альбомы, сменная обувь и ноша получается неподъемная. А для родителей неподъемной становится стоимость ранца с ортопедической спинкой. Она доходит до 4 тысяч рублей. Содержимое обойдется еще в 3 тысячи. Старшеклассникам придется докупать учебники, которых не хватило в школьной библиотеке. 8-10 штук. Каждый около 200 рублей. В этом году, по оценкам экспертов, школьная амуниция подорожала в среднем на 15-20%. Цена знаний растет быстрее, чем инфляция. Марина Кравцова, Владислав Манин. ГИС. События. Кстати, родителям первоклассников в этом году не нужно покупать дневники. Они получат их в подарок от администрации города. Дизайн разработали самарские школьники, а тематика посвящена 425-летию губернии. На сегодняшний день более 1200 домов в Самаре отключены от горячей воды. Почти 800 из них после гидравлических испытаний. Устранить неполадки планировали до 15 августа. Однако ремонтники из частных компаний выбились из графика. Городские власти пообещали решить вопрос в ближайшие дни. Выходные дни, пожалуйста, сделайте. Не оставляйте до понедельника. Люди приезжают с природы, с дачи. Горячая вода имеет значение. Пожалуйста, в воскресенье обеспечьте, чтобы вопрос был решен. Хуже ситуация с отключением домов за долги граждан. Долги граждан уменьшаются крайне медленно. Куйбышевский, Красноглинский район и частично Кировский район. Мы собирали все управляющие организации еще в прошлом месяце. Они подписали соглашение с поставщиками тепла, которое успешно сорвали. Вместо 111 миллионов коммунальщики Красноглинского и Куйбышевского районов заплатили поставщикам тепла лишь 28. Всего за долги в Самаре от горячей воды отключено более 300 домов. Общая задолженность горожан свыше 2 миллиардов 300 миллионов рублей. Не ослабевает внимание администрации и к чистоте города. Муниципальная служба городского контроля была создана по инициативе главы Самары. Начиная с июля силами ее сотрудников город избавили от 16 несанкционированных свалок. Самарские дворы и улицы станут чище, услышали горожане и сразу взяли информацию на заметку. Любой житель областного центра может позвонить на горячую линию департамента благоустройства и экологии и сообщить о нарушениях. Основная задача службы городской контроль помочь самарцам избавиться от мусорных свалок, которые игнорируют управляющие компании. Все полученные жалобы обрабатываются специалистами, затем отправляются в администрацию районов. В районах принимаются соответствующие меры. Если мер недостаточно, то городской контроль выезжает и очищает территорию. По итогам этого месяца Самару очистили от 16 несанкционированных свалок. Это 204 кубометра мусора. Сегодня службу городского контроля встречали у 58-го дома по улице Партизанской. Строительный мусор, мебель и даже детские игрушки. Под гусеницами трактора все, что копилось месяцами. Одни самарцы узнали о городском контроле из газет, другие получили возможность обратиться к специалистам с экрана. Сейчас начала работать программа «Городской контроль» называется. Если вы назовете адрес, то к вам приедут и берут. Марис Торрес, дом 10. Обязательно должна быть чистота Мариса Торреса, Карбышева. Убирать подобные свалки специалисты городского контроля будут ежедневно, до тех пор, пока не очистят город полностью. Ольга Павлова, Иван Карпов, ГИС-события. Как правило, городской контроль приводит в порядок территории, закрепленные за управляющими компаниями. При этом сами эти компании задолжали подрядчикам за вывоз мусора 35 миллионов рублей. Эта сумма растет, поскольку за нарушение правил благоустройства неизбежен штраф. Напоминаю, что сообщить о несанкционированных свалках на территории города можно по телефону горячей линии 266-56-17. А в Подмосковье на крупнейшем авиасалоне «Макс» сегодня прошла презентация проектов Самарского региона в области авиации и космонавтики. Свою продукцию продемонстрировали 9 предприятий. Мощность наших модифицированных двигателей в разы превосходит отечественных конкурентов. А еще у нас ракеты, космические аппараты, новые самолеты. Это реальные образцы, которые должны быть либо запущены в следующем году, в начале года, в середине года, в конце года. Самолет, как я сказал, уже летает. Надо только думать уже о серийном производстве. В ходе презентации было подписано несколько перспективных контрактов. Один из них – о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой области и российско-швейцарской группой. В каком ключе оно будет проходить, пока не говорится. Однако совершенно ясно, что регион наравне со швейцарскими коллегами станет работать над авиационными и космическими разработками. Публичному сожжению подверглись сегодня 400 квадратных метров растительности. Буйные заросли конопли обнаружили сотрудники наркоконтроля на территории фермерского хозяйства в Кенельском районе. Трава выросла самовольно среди сорняков и амброзии. Во всяком случае, так утверждают хозяева угодий. Такое соседство явилось для них большой неожиданностью. Чем закончилось совместное проживание в материале Любови Кореневой. На войну с коноплей работники фермы идут, вооружившись вилами и косами. А кто-то надеется взять врага голыми руками, если травма не позволяет использовать инструмент. Заросли наркотического растения оккупировали территорию в 400 квадратных метров. На такой урожай никто не рассчитывал. Да и саму печально известную траву распознали не сразу. Мы его не пользуемся вообще. Мы же скотину держим. И кроме сигареты и беков ничего такого не знаем. Нам это ни к чему. Мы нормальные. Коноплю скосили, собрали в копно и подожгли. Общий вес кустарников составил около тонны. Из них могло бы получиться 500 килограммов марихуаны. Хотя по качественной характеристике дикорастущая конопля явно уступает культивированной, наркоманы ею не брезгуют. У нас за этот период проведения операции МАКа было возбуждено три уголовных дела, где граждане использовали именно дикорастущую коноплю, срезали ее, варили и применяли. Сотрудничество с наркополицией помогло им избежать административного штрафа в размере 4000 рублей. Любовь Коренева, Алексей Золотенков, ГИС События. В Самаре завершились учебно-тренировочные сборы студенческих спасательных отрядов. В них участвовали более 100 человек из районов области. Такой массовый сбор проходил в Самаре впервые. С 11 по 16 августа опытные инструкторы обучали студентов правила поведения и выживания в экстремальных ситуациях. Учили, как эвакуировать пострадавших из горящего здания, оказывать первую помощь, ориентироваться на незнакомые местности. Люди, которые сейчас обучились, они получили не только практические науки, но еще и, скажем так, определенные нормативные правовые документы, как это делать. То есть на базе вот этих знаний, то есть они смогут у себя уже на местах заняться созданием и организацией студенческих спасательных отрядов в своем непосредственно ВУЗе. Студенческие спасательные отряды создаются в области с 2001 года. Сейчас в рядах самарских спасателей более 70 человек. 12 из них профессионально аттестованные специалисты. И к другим темам и героям дня. Благоустройство на краю. Спортивный комплекс, детская площадка, теннисный стол и места отдыха для пенсионеров появились недавно на самой крайней улице Самары, в Красногленском районе. А совсем рядом на улице Академика Кузнецова цветет и радует местных жителей маленький сквер. Кстати, созданный руками простого пенсионера с богатой фантазией. В сказочном дворике побывала наша съемочная группа. Здесь сказка стала былью. Миссию волшебника взял на себя пенсионер Николай Храмов. Бывший военный летчик и сегодня парит в облаках, пишет сказки для детей и для взрослых. Шесть лет назад его стараниями сказочные персонажи поселились в обычном городском дворе. Первым на защиту волшебной страны стал деревянный богатырь. За ним появились бременские музыканты. Чтобы привести выброшенную кем-то фигуру в надлежащий вид, потребовалось много времени и сил. Древесина была в трещинах, а кот без головы. Петух весит килограмм 35. Я его пока на штырь, мне помогали уже соседи, мужчины. Еле-еле мы его водрузили. Скобами закрепил, чтобы не упал. Тяжелый. Самолет, сделанный из автомобильного фильтра, напоминает Николаю Храмову о полетах над восточными странами. Сочинительством он увлекся еще на службе. Сегодня свои сказки читает маленькой внучке «Повести ветеранам». А за советами по благоустройству приходят жители всего района. Приходят советоваться и приходят даже частные. Говорят, вы не хотите к нам пойти, как бы дизайнерами, что-то у нас-то вот на даче где-то сделать уголок. Пусть берут пример, мы не скрываем ни от кого. Советы даем, пожалуйста. Люди, молодежь, все останавливаются, все фотографируются, кто на телефоны, кто на что. То есть всем очень нравится даже просто проходящим, не то что здесь живущим. Николай Храмов надеется, что в скором времени одна из его сказок поступит в печать. А эту рукотворную сказку обещает продолжить. Марина Кравцова, Владислав Манин, ГИС События.